От теории перейдем к практике. И сегодня об интерфейсе Airtable и раздаче прав. С вами все так же Даша Фокина и Теплица социальных технологий. В Airtable есть понятие рабочее пространство. То есть в рамках одного аккаунта вы можете хранить все свои проекты в удобной для вас иерархии. Условно, если вы работаете в какой-то организации, делаете волонтерский проект, и еще у вас есть собственные таблицы для личной жизни. Чтобы всякий раз не входить в новые аккаунты, вы можете добавить рабочее пространство в один ваш аккаунт. Первое, что мы видим, заходя на сайт Airtable, — перечень рабочих пространств. Сейчас нам доступно пространство обучения, служебное пространство BasedSharedWithMe, его за меня любезно создал сам Airtable, когда кто-то раздал мне права на работу с его базами, и пространство OVD-Info. Пространства, доступные пользователю, также отображаются в левой части экрана. Здесь их можно поменять местами, чтобы поменять порядок их расположения в главной части экрана. Тут же вы можете создавать свои личные пространства по кнопке Add a Workspace. После создания можно отредактировать заголовок. Создадим рабочее пространство для НКО, занимающегося помощью нейронетипичным людям, где мы будем хранить данные наших сотрудников, наших подопечных и наших партнеров. Обзовем наше новое пространство NKO Altruist и нажмем Enter. Для каждого пространства, в зависимости от того, создано оно вами или вам были выданы права на него, группы прав мы рассмотрим позднее, вам доступны следующие действия. Переименовать или удалить пространство не требует дополнительных пояснений. Кстати, удаленные пространства и базы данных не удаляются окончательно. Они перемещаются в корзину, откуда их можно восстановить по кнопке Restore. Обратите внимание, что около пространства OVD-Info в боковой панели нарисованы звездочки, а в основной части экрана написано ProPlan. Это значит, что оно оплачивается и имеет расширенные функции. Чтобы расширить возможности платных пространств, необходимо выбрать опцию Upgrade Workspace. Мы не будем рассматривать это подробно. Чтобы вернуться на главную страницу, нажмем на логотип AirTable в левой верхней части экрана. Теперь рассмотрим, как выдавать права. Справа от названия пространства есть кнопка Share. Также есть ее аналог Share Workspace. При выборе открывается окно для раздачи прав пользователям. Вы можете открыть доступ по ссылке или персонально по почте. Для того, чтобы раздать доступ по почте, вводим почту пользователя, с которым хотим поделиться доступом. В поле выбираем уровень доступа и отправляем приглашение. Как видите, список пользователей пространства увеличился. Чтобы раздать доступ по ссылке, перейдем на вкладку Invite by Link. И выберем уровень прав, который получат пользователи, перешедшие по ссылке. Обратите внимание, что доступ по ссылке можно ограничить доменом почты. Нажмем на кнопку Create Link. У нас появится ссылка, которой можно делиться. Теперь все желающие смогут пользоваться нашим пространством. По кнопке Creator выпадает список доступных в AirTable групп прав. Кстати, название кнопки изменяется, если изменить группу прав. Итак, сверху вниз по иерархии. Пользователь с правами владельца имеет полные права на редактирование пространства, в том числе и на его удаление. Набор прав создателя с точки зрения редактирования баз не отличается от прав владельца. Разница только в правах на настройку пространства. У редактора есть права на добавление записей, редактирование фильтров, сортировки и группировки во вьюсах. Но он не может добавлять таблицы и новые поля в них. Комментатор может добавлять только новые записи и комментарии, без возможности редактировать вьюсы. Последняя группа дает только возможность просмотра. Что-либо добавлять и комментировать пользователь с таким набором прав не может. Выданный однажды пользователю уровень доступа можно изменить. В разделе Workspace Collaboration перечислены все пользователи и права, которыми они наделены. При нажатии на кнопку с наименованием группы прав пользователя можно задать ему новую группу. Давайте изменим права создателя на владельца. А если нажать на крестик рядом с пользователем, у него полностью пропадает доступ к пространству. Тут же можно удалить созданную ссылку. При этом у тех, кто ей воспользовался, права не пропадут. А вот те, кто не успел, не повезло. Прошлая ссылка стала недействительной. Мы рассмотрели пространство в Airtable. Теперь спустимся на уровень ниже, к базам данных. Пространства хранят в себе базы данных, которые в нем создаются. Как в паке хранят в себе документы. Базы данных можно перемещать между пространствами. Копировать внутри одного пространства или из одного пространства в другое. А также связывать между собой. И обо всем этом мы будем говорить дальше. Для создания новой базы можно нажать на кнопку Add a Base. Откроется меню с предложением создать базу по шаблону. Кстати, их у Airtable великое множество. Очень рекомендую с ними познакомиться. Вы обязательно найдете что-то по душе. Следующий пункт. Импортировать данные из другой системы или файла. Тут Airtable предлагает столько вариантов, что разбегаются глаза. Мы создадим обычную базу. Это последний пункт. Давайте назовем базу сотрудники. И вернемся на главную страницу Airtable по нажатию на лого. Итак, мы создали базу. Посмотрим, что с ней можно сделать. При нажатии на треугольник появляется контекстное меню выбранной базы. В меню можно переименовать базу и изменить ее оформление. Изменим цвет. Обратите внимание, в бесплатной версии доступны не все цвета. И установим симпатичную иконку. Также можно раздать пользователям права на базу данных. Порядок действий аналогичен рассмотренный выше раздачи прав на пространство. Если вы раздадите права на базу кому-то, у кого нет прав на все пространство, он сможет работать только с этой базой. И не увидит ни других таблиц пространства, ни даже его названия. Пошаренная база будет отображаться у него в пространстве Based Shared With Me. При выборе опции Дубликейт откроется окно копирования. Airtable предложит скопировать исходную базу с комментариями и записями или без них. Если перевести ползунки в неактивное состояние, то скопируется исключительно структура базы. Копировать базы можно как внутри пространства, так и между всеми пространствами, которыми у вас есть доступ. Благо, у нас есть несколько пространств. В одной из них мы и скопируем нашу базу. Смотрим дальше. Мы можем переместить базу в другое пространство. Это как копирование, но после выбора нового пространства база удалится из исходного. При этом Airtable предупреждает нас, что доступ к пространству отсутствует у пользователей, которым мы ранее раздавали доступ на пространство обучения. Не беда, соглашаемся. Последняя опция — удалить базу данных. Напомню, что удаленные базы не удаляются окончательно, они перемещаются в корзину. Все эти действия, кроме дублирования, доступны только пользователю с уровнем прав Creator или Owner. Пользователи с уровнем прав ниже могут дублировать базу своего пространства, где у них будет больше прав на ее модификацию. В рамках этого урока мы изучили верхнеуровневую структуру Airtable. Дальше только интереснее. На следующем уроке мы заглянем внутрь базы данных и будем подробно рассматривать, из чего она состоит. Поймем, что такое таблицы, записи и атрибуты. Будем создавать и изменять таблицы. В ходе курса мы с вами создадим рабочее пространство для нашего НКО, к созданию которого мы приступим в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok